Осень приходит с внезапными холодами, дни становятся короче и дождливее, а солнце радует нас все реже и реже. Из-за этого появляется легкая депрессия, сонливость и снижается концентрация внимания. О каком состоянии могут сигнализировать эти симптомы и что рекомендуют специалисты, узнаете в следующем сюжете. Осенняя хондра в эти месяцы может оказаться больше, чем просто плохое настроение. В определенных ситуациях она может сигнализировать о наличии болезни, которую называют остенией. Когда дни становятся короче, иммунная система теряет свою устойчивость. Могут возникнуть бессонница, депрессия, а также падает внимательность. В это время люди подвергаются большому риску подхватить простуду или вирус. Именно поэтому в этот период важно хорошо питаться. Об этом говорят специалисты. Очень хорошо употреблять продукты, которые содержат витамин D и омега-3. Это тунец, лосось, яичные белки. Они очень полезны для организма. Но при необходимости мы можем добавить витамин D в количестве тысячи единиц в день. Это профилактическая доза. Правильное питание помогает сохранить энергию в холодное время года. Специалисты рекомендуют включить в меню фрукты, овощи, а также пить достаточное количество воды. Также врачи говорят, что в этот период, когда в организме происходят большие изменения, избегать диет, основанных на определенных продуктах или только на белках, поскольку они могут вызывать ряд заболеваний. Злоупотребление белком при небольшом количестве углеводов мешает организму поддерживать свою температуру тела, а затем увеличивает риск переохлаждения. Нужна комплексная диета, богатая полезными углеводами, правильно подобранными белками, а также жирами. Люди утверждают, что готовят свой организм к холодному периоду года. С приближением холодов принимаю больше витаминов, ем фрукты, овощи, а также увеличиваю физическую активность. Питание остается прежним, то есть правильным. Добавляю больше витаминов, ведь мы не получаем все необходимые витамины из пищи. Витамины просто необходимы, иначе как перенести холода? Меняете рацион? Да, больше употребляем горячую пищу, супы или другие горячие блюда, потому что идут холода. Психологи говорят, что осенняя остения сопровождается легким депрессивным состоянием. Чтобы приспособиться к холодным температурам, наш организм прилагает больше усилий и потребляет больше энергии. Таким образом, изменение температуры тела влияет на настроение некоторых людей. С наступлением осени, с дождливыми днями, действительно чаще встречается осенняя остения. Важно, чтобы мы больше гуляли и общались друг с другом. Если остения более частая и выраженная, важно обратиться к специалисту. Остения – более деликатная проблема и более распространенная в последние годы. Осенняя остения – это легкая депрессия, которая возникает в холодное время года. Она может повлиять на людей всех возрастов. По мнению специалистов, чаще всего страдают люди, проживающие в странах с холодным климатом.